Всем, кто только присоединился к нам, напоминаем, что это программа «Новый день» и наша любимая рубрика «Гость в студии». Сегодня это замечательное утро. Вместе с нами проводят бравые офицеры. Роман Подхолзин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной пожарной службы Главного управления МЧС России по Иркутской области. И Александр Кудрявцев, счастливый обладатель медали, ветеран пожарной охраны. Здравствуйте. Доброе утро. Пользуясь случаем, сразу хотим вас поздравить с наступающим профессиональным праздником. Большое уважение вызываете у людей. И первыми всегда оказывайте помощь. Спасибо вам за это, за вашу благородную деятельность. Первый вопрос. Как у нас сейчас дела обстоят в ангарском гарнизоне? На сегодняшний день обстановка у нас идет в рамках подготовки к началу пожароопасного сезона. Это основной риск. Мы уже в рамках с декабря 2023 года совместно с муниципальным образованием и также с другими службами. В части КСМ проводим комплекс профилактических мероприятий. В том числе на сегодня проводим профилактические отжиги сухой растительности наиболее опасных участках. Поэтому мы на сегодня и сейчас призываем все организации, все службы, чтобы при нашем участии, конечно же, безусловно, в рамках безопасности, проводили такие мероприятия. Проводятся мероприятия подготовительные уже и к началу летнего оздоровительного сезона. То есть на сегодня это мероприятие, то есть готовность тех объектов, которые будут для детей определены. В том числе рассматривается вопрос безопасности людей и детей также на водных объектах. Ну и, конечно, наверное, самые основные моменты, то есть мы с 28 апреля переходим на усиленный вариант. Вся территориальная подсистема Иркутской области, ну это обусловлено празднованием 1 мая, празднование Пасхи и также 9 мая. Поэтому все службы будут иметь готовность к обеспечению безопасности при проведении данных мероприятий. – Хочу спросить, был ли какой-то такой случай, который очень запомнился, какой-то очень серьезный пожар? Вот, Александр Анатольевич, ответите на Ваши памяти. Был такой? – Добрый день. Конечно, были неоднократные случаи, есть что вспомнить. Но у меня почему-то варился пожар от ДТК, нехватка воды, много движений. Мы работали одним пеноподъемником, пена не долетала до очага, распалялась, не хватало боевых участков. Но, в конце концов, спасли фундамент. И все живы-здоровы за это мне дали, наверное, награду, белый крест. Когда все кончилось, вы не представляете, мы почувствовали упадок сил. Некоторые не могли стоять на ногах. – Еще бы. – Это серьезная вещь. Парни отважные, дай бог ему, здоровье. Ну и я думаю, на этом все. – А как пришли на служу? Как в эту деятельность попали? – В двух словах, буквально. Я кадр офицера вооруженных сил 25512, ворсштатные мероприятия. Служил в автослужбе, в любимой бригаде. Мне предложили перейти в пожарную охрану. Коллеги, в период службы пожарной охраны при СССР и потом в МЧС, был отправлен министром на обучение в город Торжок, на высотную пожарную технику. У нас обучалось 22 человека со всей России. Нас обучили. И вот я в этом году, в течение 25 лет, неразрывно хожу в очередной пункт и преподаю высотную пожарную технику. Иду и основные пожарные автомобили. Но это мне очень помогает в моей преподавательской деятельности. Мы взаимодействуем, помогаем друг другу. Ребята Пскова также делятся опытом. Ну, поэтому все в гору, все хорошо. И не переживайте за наших специалистов. И в частности водительского состава спасем, вынесем и не дадим беде. – Здорово, спасибо. Скажите, а много ли в гарнизоне вот таких старожил? Наверняка ли ведь на них и держится гарнизон? – Да, ну я действительно хотел бы, наверное, сказать слова и благодарности за то, что у нас такие люди есть. То есть Александр Анатольевич, да, и также много тех ветеранов, которые сегодня имеют статус ветерана пожарной охраны. Многие из них на сегодня находятся на трудовой деятельности в пожарной охране, да. Кто-то находится в организации ветеранов. И нам, как говорится, как молодому поколению и поколению подрастающему, то есть проводят с нами и занятия, и обучения. Вот у нас на вооружении в городе Ангарске, то есть находится только в нашем отряде три единицы. То есть две по 30 метров, да, и одна техника 50-метровая. – Якобы. – Да, да, автоклинический также подъемник. Поэтому на базе учебного пункта Александр Анатольевич, являясь преподавателем, преподает молодому поколению и не только поколению молодому, но и действующим сотрудникам в рамках повышения переподготовки их квалификационных всех вот этих моментов. А вообще, да, касаемо ветеранской организации, она у нас была создана в 2017 году в городе Ангарске. И на сегодня численность ее составляет 34 человека. Руководителем является также ветеран пожарной охраны Юрий Геннадьевич Полушин, также подполковник в отставке. На сегодня данный коллектив, ну, дает поддержку нашему отряду, дает, наверное, работает по направлениям с молодым поколением образовательных, дошкольных учреждений. Проводят экскурсии, проводят, ну, много-много чего, то есть, ну, что необходимо, наверное, при дальнейшем, может, даже в выборе профессии. Я знаю, что у вас предстоит буквально завтра грандиозный праздник. Расскажите, что будет? Ну, вообще, да, мы буквально на прошлой неделе, то есть 17 апреля у нас была 106-я годовщина со дня образования пожарной охраны Советского Союза. И также, как история нам дает сегодня, да, что в 1649 году, 30 апреля, был подписан наказ, который подразумевал именно, скажем, первоначал создания пожарной охраны. Поэтому празднование 30 апреля, но в связи с тем, что это будут выходные дни, да, и мы спланировали провести мероприятие 27 апреля, провести его в формате городского праздничного мероприятия, значит, на площадке торгово-развлекательного центра «Фестиваль» в период 16 до 18.00. Мы хотим городу показать, а показать именно всеми формированиями, которые дислоцируются на территории Ангарского городского округа. То есть будут принимать участие третий отряд, специальное управление номер 12 МЧС России, Ангарский нефтекомбинат, подразделение РН пожарной безопасности, ну и также подразделение ПОЖ «Техпрофиль», «Иркутск Энерго» и областная структура, которая находится у нас в МИГЭТИ. Да, постараемся максимально показать все то, что у нас на сегодня свежее, чем что мы используем. Также планируем показать, скажем, музейные наши экспонаты, чтобы показать людям сравнение, что было раньше, даже в 20 веке, чем пользовались огнеборцы и чем пользуемся мы сегодня. Ну, соответственно, будет показ практически всех наших работ огнеборцев, что мы на сегодня умеем, знаем, чтобы люди тоже это все понимали. Будут интерактивная работа площадок для взрослых, для детей. Ну, для детей, соответственно, будет мороженое, сладкая вата, различные игры в направлении пожарной охраны, ну и многое другое. Поэтому, в принципе, да, приглашаем, пользуясь случаем, приглашаем всех желающих, потому что действительно будет интересно. И причем я говорю, что это будет не только для детей, но и также для взрослых, которые могут себя попробовать в качестве пожарного бойца. Вы, как серьезные люди, нам серьезно это все рассказали, но по факту это всегда очень интересное мероприятие для взрослых и для детей. Поэтому, если вы посетите его, вы точно не пожалеете. Всегда хожу с сыном на ваши мероприятия. Очень интересно, прям, да, взрослым и детям. Здорово. Спасибо. Спасибо, что были сегодня с нами, встречали это утром в нашей студии. Спасибо вам за вашу работу. С праздником, с наступающим. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Будем дальше взаимодействовать. Да. До свидания. 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 До свидания.